И Дух Святой укрепил, чтобы мы исполняли Слово Иисуса Христа. И Дух Святой укрепил нам, чтобы мы могли свидетельствовать о Иисусе Христе, чтобы мы могли проповедовать Иисуса Христа в прошли три дня после воскресения. Народи Божьи, мы еще надеемся собраны во имя Иисуса Христа здесь на святом месте. И Господи, где собраны во имя мое, где двое трое собраны во имя мое, я среди них. А что среди нас? Где невидимое, Он среди нас. И где Иисус Христос, там Дух Святой. И Дух Святой среди нас. Друзья, каждый раз, когда проповедует Слово Божье, он же подготовит Слово Божье, молится. Дух Святой дает идею, откровение, мысль, чтобы дать нашу жизнь. Поэтому, когда вы слушаете Слово Божье, принимайте не от человека, но от Бога принимайте. Это Слово Божье начинает нашу веру. Сегодня у нас особенный гость, пастор, священник Сергей Журавлев, известный служитель с нами вместе. И он заслужит сегодня с нашей церкви. Давайте мы принимаем. Драгоценный паспорт, священник Сергея Журавлев. Спасибо, пастор. Слава Иисусу Христу! Аминь! Нашему Спасителю, Господу, Богу хвала! Аминь! И ни в коем другом нет спасения, братья, сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым отближало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу! Аминь! И действительно, независимо от того, какая церковь, какая конфессия, деноминация, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, как бы он и не назывался, как бы он и не наряжался, как бы он и не вообще именовался там, какой бы конфессия себя не относил. Но любовь Христова действительно собирает детей Божьих, чад, истинных чад Божьих. Независимо от национальности, культуры нашей, традиций, языка, слава Богу! Я очень рад за корейцев, очень рад за украинцев, русских, белорусов, африканцев, американцев, разных-разных людей на этой земле. Бог действительно благ! Аминь! Бог благ! И, возлюбленные, я приветствую и свою семью. Я уже смотрел там онлайн, вижу, подключились мои домашние, так что я имею возможность прямо вот онлайн передать привет от своей супруги и от наших детишек, от наших внуков тоже. Слава Богу! Вам привет огромный! Спасибо! Вот, и да, спасибо за молитвы. Пастор, всем братьям, сестрам тоже передаю привет. Вот, у нас внук один был, а теперь еще и внучка есть. Прекрасно все прошло, и роды, благополучно все, слава Богу! Спасибо вам за молитвы, вот, за тоже пожелания ваши, слава Господу! Вот, так что я теперь уже дважды дедушка. Слава Богу! Вот, и, друзья, так что, сегодня я хочу поделиться словом Божьим, друзья. Это, если возможно, поставить текст из Писания, да? Из книги Песни Песней. Нет? А, ну ладно. Тогда вы в своих Библиях это посмотрите, пожалуйста. Да, книга Песни Песней, 6 глава, 3 стих. Там слова, которые я очень люблю перечитывать, и о которых люблю размышлять, особенно в эти дни осенние. Книга Песни Песней. В Библии, в Библии вообще, это книга всех книг, да? Книга всех книг. Я вспоминаю, значит, американский писатель Марк Твен. Он всю жизнь собирал много книг и собрал большую библиотеку. У него из своих было много книг при жизни издана. Вот, и когда он умирал, оставались ему последние часы на этой земле жить, вот, возле его кровати был, реальная история жизни, был сын его. И вот последняя просьба была отца. Он сказал, сын, почитай книгу, пожалуйста, мне. Сын немного так опешил, говорит, папа, у тебя такая библиотека, какую книгу? Одну из твоих? Или же кого-то еще из авторов ты рекомендуешь прочесть сейчас? А он сказал, сын говорит, только одна книга имеет право называться книгой, а все остальное это не книги, это Библия только. Книга. И вот книга всех книг, в ней есть песня всех песней. Это песня любви. И в этой песне всех песней есть стих всех стихов. Так говорили в древности, ну, по крайней мере, до еще Рождества Иисуса Христа. Это начало шестого стиха, шестой главы, начало третьего стиха. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Мой любимый мне принадлежит, а я ему принадлежу. Они ле доди, ве доди ли. Так оригинально звучит этот текст на иврите. Я всецело твой, а ты всецело мой. Мы принадлежим друг другу без остатка. Мы одно целое. Иисус выразил прекрасно в Иоанна 10.30 Я и Отец одно. Мы одно. Одно. Это действительно великое таинство, друзья, братья и сестры. Особенно вот в эти дни, сейчас месяц по гражданскому календарю, сентябрь месяц. А в еврейском календаре сейчас месяц Элун называется. Элун. И вот испокон веков, с глубокой древности, еврейское сознание воспринимало название этого месяца как именно вот аббревиатуру. Вот этого стиха из Библии. Если взять эти слова из Библии и взять первые буковки этих слов, то получится как раз Элун. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Этот месяц еще называют порой месяц трепета и любви. Месяц трепетной любви. Бог и человек. Человек и Бог. Это великолепно. Как наш союз любви прекрасен. Аминь. Мой возлюбленный прекрасен краше тысячи других. Ведь его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь придет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя. Время пения настало, голубица чистая. Гляди, Господи Иисусе, возвращайся. Возлюбленный наш. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Звучит. Господин и царь над всей вселенной. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и царь над всей вселенной. Господин и царь над всей вселенной. Только ты один для меня и не другого. Только, только ты один для меня и не другого. И не другого. Только, только ты один. И я тебе, Господь, принадлежу. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты один живешь, господин и царь над всей вселенной. Господин и царь над всей вселенной. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Братья, сестры, дорогие друзья. Бог есть любовь. Он действительно доказал свою любовь. Однажды и навсегда, друзья. Если до Христа Иисуса, до нашей эры, до Голгофской жертвы, человеческий род, особенно вне Израиля, люди, народы разные имели какое-то моральное право сомневаться в божественной любви, сомневаться в том, что Бог любит, то сейчас, сегодня для всего человечества действительно доказана божественная любовь. Любовь. Любовь взошла на крест. Любовь искупила нас. Любовь действительно больше всех. Когда я читаю из первых посланий к Коринфянам гимн любви, как мы говорим, да, любовь такая, любовь всякая, любовь эдакая, я читаю и везде вижу Иисуса. Это гимн моему Спасителю. Это гимн моему Искупителю. Это Его действительно гимн. Потому что Он для меня воплощение этой любви. Если для кого-то любовь это то или сё, или пятое, или десятое, для кого-то истина там или сям, то для меня и то, и истина, и любовь, и жизнь, и всё. Это Сам Иисус. Сам Иисус Христос. Действительно, Он возлюбленный. И Он грядёт, друзья. И кто не любит Господа Иисуса Христа, то бишь, кто ещё не ответил своей любовью на Его безусловную божественную любовь, тот ещё находится под проклятием. Сам того не ведая, сам того не понимая. Ещё во тьме, ещё в грехах. И спасение одно лишь для человеческого рода. Ответить своей любовью на Его любовь, на Его объятия. Протянуть руку в ответ на Его протянутую нам руку уже. Друзья, пусть Господь всех нас благословит в этом. И пусть вот эта божественная любовь, друзья, любовь можно больше. Всё пройдёт, но любовь никогда не пройдёт. Друзья, и время закончится однажды, и времени не будет вообще. Это тоже Божье творение. Впереди вечность возлюбленная. И впереди действительно, вот это, как вот, союз любви. Прекрасный союз любви. Бог, никто не благ. По сравнению с Ним, Иисус сказал, если вы земные отцы, земные родители, да, можете, будучи злые, можете благие даяния давать детям вашим. Тем более, отец даст благо, отец даст Духа Святого, просящему Него. Интересно, по сравнению с благим отцом, любой земной отец, мать, любой родитель – злой. Представляете, насколько он добр, что по сравнению с ним, даже самый наидобрейший добрят, отец или мать, по сравнению с источником этой любви – злой. И я это понимаю, и как отец, и как дедушка. Понимаю прекрасно. Но знаю, что Бог выше всего того, что мы можем себе представить даже. Он есть любовь. Слава Богу. И гимн любви. Вот этот стих, который я процитировал из песни «Песней», 6 глава, 3 стих. В древности мудрецы еврейские говорили, что этот стих, он как ключик, открывающий все еврейские писания. Тору, пророков, понимание всех писаний. Как вот некий золотой стих, который раскрывает душу Писания, душу Библии, саму суть. Потому что в Библии можно увидеть много всего. Много несправедливости, войн, крови, слез, много горя. В Библии много всего. Слова Божьи, слова дьявола, слова грешных людей, слова правильных людей. В Библии очень много всего. Библия не приукрашивает жизнь. Библия не показывает нам бытие, все, через розовые очки религиозные. Нет, оно покажет все как есть. Всю подноготную, лукавое сердце человека и крайне испорчено. И все это в Библии есть. Но есть взгляд истины, это взгляд любви, друзья. Я знаю, что с этого все начиналось в Библии. И этим все завершится. Что с этого все и от падения происходило, да, человеческое, и произошло, к сожалению. Но и есть восстановление, возрождение через Иисуса Христа. Нового Адама для нового человечества, друзья мои, братья и сестры. Новая жизнь во Христе Иисусе. Благодарен Богу очень сильно я за это. Сейчас эти дни осенние, может, кого-то удивлю я, но эти дни, они такие предрождественские. Вот по библейскому, если брать исчислению, реальный исторический Иисус родился вот в эти дни. Ну, чуть позже, да. Значит, в этом году с 29 сентября на 30-е мы начинаем серию этих праздновать господних осенних праздников. Обычно о Рождестве принято говорить у нас в нашей культуре, да, в декабре, в конце или начале января даже еще, поздно, поздно, да. Но даже многие там на Иордан ходят, значит, там и в проруби вкупаются. Ну, любители экстрима. Я не к таковым отношусь, честно говоря. Но, знаете, исторически все было немного по-другому, вообще не так даже. Не было сугробов, не было снежка, было позднее лето, начало осени в Израиле, и Иисус родился там, в Вифлееме. Вот, и Christmas time, если говорить на чистоту, это время сейчас, сейчасшнее как раз вот, предрождественское. И я к чему это рассказываю? К тому, что когда Иисус родился, то действительно исполнились пророчества, прекрасное пророчество Бога, которое Бог давал через пророков, продиктовал. И в том числе сказано было, что все дева в очереве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Или буквально в нас Бог сущий, растворенный в нас, частью нас ставший. Бог с нами, Бог в нас. Вот это и есть великая, друзья, любовь. Вот это и есть великое проявление божественной любви. Бог, поселяющийся в человеках. Бог, поселяющийся в нас, как в храме своем. И, друзья, и апостол Павел написал, Коринфянам 3,16, в первом послании своем, да, 3,16, он написал, что разве не знаете, что вы теперь, да, вы храм Божий. И Дух Божий живет в вас. Аминь. Аминь. Я люблю проповедовать с пением больше. Знаете, я не певец, но очень люблю пением проповедовать. Потому что словами порой нашего человека не проймешь. А вот пением оно как-то проходит в дух лучше. И вот есть многие украинские песни. Я не родился в Украине, да, и нет в моей крови, в украинской крови, хотя все перемешаны, в принципе. Да, но от одной крови Бог произвел бесрод человеческий. Но Украина стала моей второй родиной. Вот, и это было давно, это было уже в 97-м, в конце 97-го года, когда я впервые приехал в Украину. Вот, и попал сразу во Львов. Представляете, мисто лево, да, значит. И, конечно, 90-е годы, это было потрясением для меня, конечно. Люди на улице за место здрасте говорили слава Иисусу Христу. Отвечали навеки слава Богу Святому. Сейчас во Львов приезжаю, люди как-то уже подзабывать стали. Я им напоминаю, я все время хожу, слава Иисусу Христу. А они так, слава на Вике, слава на Вике. Да, слава Богу. Вот, тогда я был шокирован, конечно. Да, вот, значит, культурно. Вот, по утрам, думаю, за место мотиков слышать везде слава Иисусу Христу. Да что ты так жил, вообще, думаю. Да вообще, ну, это как бы, думаю, вообще-то как прекрасно, значит. Верно висит. Вообще, да, да что гуси так жилые, вообще. Знаете ли, да как прекрасно вообще. Вот, за утром везде запах кофе, кофе, там, кава, 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 кавя, и везде слава Иисусу Христу вообще. Ну, я влюбился вообще в него сразу. Вот. И, тем более, что я гостил одного очень такого хорошего и святого, главное, святого человека. Уже ушел в вечность, он, значит, Любомир Бузарду, жив тогда, помощник кардинала, он был тогда, грех-католической церкви. Я две недели у него гостил, и эти две недели, они просто для меня открыли Украину. Через его сердце, через его, вот, общение с ним я влюбился в Украину. Именно через этого человека. Вот, интересно. И Украина стала моей второй родиной, но, где как реформатор я состоялся, но самым для меня поворотным моментом стали песни. Стали песни. По-русски говорить мне очень легко, но петь проще на украинском. Он, язык такой, мова такая, что она сама льется просто, и все. Там не надо даже напрягаться. Вот, и, что интересно, это было время, как раз, предрождественское, ну, в таком гражданском, как раз, календаре. Декабрь месяц, и как раз репетиции были, там, на улице даже пели, и, значит, и в костелах во многих пели, и в соборе Святого Юра тоже пели, там, собирались, там, и батюшки, там, и, значит, и просто хоры. Потрясающе было звучание это. И многие песни, они действительно, знаете, вот, раскрывают таинство Бога воплощения, таинство этой божественной любви. Слово, очее, слово, очее, взяло нася ціло, в темностях земних, в темностях земних сонце засвітило. Христос родився, Бог повлодився, ангелы співають, царя вітаю, поклин вітаю, пастри граю, чудо-чудо повідаю. Я потом много раз прокручивал это в памяти, думал, надо же, в одном куплете, но, так, это вся богословская глубина эта. Солнце воссияло в темноте земли, слово Отца стало плотью. Вообще, ну, это вот настолько прекрасно, удивительно. И самое удивительное, что это не просто исторические события, ведь, да, друзья, которые были тогда, когда-то. Это то, что стало плотью в нас, то, что становится плотью в миллионах и миллионах судеб вообще. Сегодня, сейчас, прямо сейчас. Спасибо Тебе, Господь, благодарю Тебя за это чудо, Боговоплощение, Рождества, которое совершается в судьбах миллионов и миллионов сердец. Слава Тебе, Святой, благословенный Бог наш. Ты самый великий, Ты самый умный, Ты самый красивый, Ты самый-самый хороший. И никто не хорош, никто не благ, как только Ты, Бог наш. Слава Тебе. Благослови народ свой миром, своим шаломом во имя Господа Иисуса Христа, во имя своей великой любви. Благослови народ свой миром. Благословляю всех вас, вас, друг, давайте встанем, друзья, и пою благословение священников на вас, друзья, и не только на присутствующих, но и на вот, кто онлайн сейчас, и на свою семью тоже, имея возможность такую, спеть сейчас благословение. Пою благословение на Израиль, пою благословение на Иерусалим, пою благословение на всю нашу истрадавшуюся землю, от края до края, на все народы и все племена. И здесь, пусть в Киеве, также звучит хвала, непрестанная слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, как короб Валера пела, слушайте, уже в Царстве Небесном он там уже играет и проставляет Господа, слушайте, ему можно позавидовать уже, но, конечно, его не хватает, вот здесь жалко, вот я думаю, он еще мог бы написать что-то, ну ладно. Но то, что он даже оставил, это потрясающе, особенно, я люблю очень его творчество, слушаю с удовольствием его песни многие, вот, и мы в Церкви поем у нас тоже его песни, там, особенно вот это вот, да? Иисусу слава, Иисусу слава, луна и песня над спилами Днепра, Иисусу слава, Иисусу слава, смевает вина Украина, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава, співає вина Украина, 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 вся земля так долго на це дышктала, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисусу слава навеки, навеки Иисусу слава навеки, навеки Слава Тебе, Господь! Слава Тебе и хвала! Бог Святой, Бог Небесный, слава Тебе! Благословен Господь, Царь всей Вселенной, благословен Спаситель наш, Искупитель рода человеческого! Слава Тебе и хвала! Благодарим Тебя, Господь, в Духе Святом Твоем поем Тебе! Воспеваем Тебе! Слава Тебе! Благослови народ свой миром! Благослови виноградник сей, насажденный Твоей рукою! О, великий виноградник, Отец наш, благословенный! Благодарю Тебя за великую лозу небесную, за Иисуса Христа, праведника, Агнца Твоего, Сына Твоего, Единородного Твоего, Господь Спасителя нашего, Искупителя нашего, Целителя и Освободителя нашего! Аллилуйя! Благословен Бог наш, и благословено Царство Твое, стол и утверждение истины! Аминь! Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя! Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя! Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. А благосмертно великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, Господу нашему. Аминь. Благодаря вас. Аминь. Слава Тебе, Господь Иисус, благодарим Тебя за Твое Слово, Господь Иисус. Благодарим Тебя, Дух Святой, за Твое Слово, Господь Иисус, благодарим Тебя, 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 Господь Иисус, благодарим Тебе, мы хотим быть с Тобой, мы хотим жить с Тобой, Господь Иисус, благодарим Тебе, мы хотим жить с Тобой, Господь Иисус, благодарим Тебе, мы хотим жить с Тобой, Господь Иисус, благодарим Тебе, мы хотим жить с Тобой, Господь Иисус, благодарим Тебе, мы хотим жить с Тобой, Господь Иисус, благодарим Тебе, Господь И С нами Господь Слава Тебе, Господь Иисус. Мы принадлежим Тебе, и Ты, Господь Иисус, принадлежишь нам Господь Слава Тебе. По единстве мы хотим жить.